Тенгиз Калдани тренирует свои фирменные удары. Родом из Кабардино-Балкарии, на всероссийских соревнованиях представляет Крым. За 17 лет спортивной карьеры Тенгиз становился призером чемпионата Европы и дважды выиграл чемпионат России. Очень хорошая конкуренция уже сейчас и впоследствии тоже будет. То есть с каждым годом все больше людей приезжает. Тенгиз, как и большинство участников турнира, член Международной федерации карате ВКФ. Помимо стилевых особенностей, спортсмены этой организации единственные, кто будут представлять карате на Олимпийских играх в Токио. Турнир в Евпатории, как отметили организаторы, первый шаг к таким вершинам. Если это касается именно крымских спортсменов, это отборочный турнир для крымчан на чемпионат России, который будет 6-8 ноября в городе Казань. И отборочный турнир для первенства России, который будет в Тюмени 6-7 декабря. ВКФ карате – олимпийский вид спорта, поэтому и его организация проходит на очень высоком уровне. На одном татаме работают сразу несколько судей. Точные удары и время выводят на табло. Даже тренерам тут выделили специальные места. Согласно правилам, такие боксы во время боя покидать нельзя. На трех татаме выступят более 500 спортсменов, разыграют они 44 комплекта медалей. Победители в общекомандных выступлениях увезут домой вот такие вот кубки. На турнир в Евпатории приехали спортсмены из 15 регионов. Организаторы уверяют, на сегодняшних соревнованиях выступают лучшие каратисты России. Я считаю, что Крым – это одно из самых интересных, перспективных мест для развития такого вида спорта, как карате. Наши спортсмены достигают высоких результатов. Мы поэтому благодарим весь тренерский состав за то, что отстаивают наши спортсмены цвета нашей республики, флага. Мы этим гордимся. На первый день соревнований большинство медалей разыграли юниоры и пара каратисты. В заключительный день соревнований на татаме выйдут представители абсолютных и общекомандных весовых категорий. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова